Здарова, еноты! Счастье – это возможность добиться желаемого результата за минимальное количество времени и с минимальным количеством затрат, всяких затрат. Если ты хотел покорить Северный полюс и его покорил, потеряв при этом отмороженные пальцы на своих ногах, то, может быть, в несколько мгновений ты будешь счастлив, но всю оставшуюся жизнь ты счастлив не будешь, хотя бы потому, что не сможешь ходить на цыпочках. Так вот, возвращаясь к счастью, когда тебе нужно тратить 2 часа на дорогу, потому что метро до твоего дома не проведено или трамвай до твоего дома не проведен, если ты живешь не в столичном городе, то это не счастье. А когда тебе на дорогу нужно тратить 15 минут, сев на станции метро и доехав до центра, где ты работаешь, это счастье. Вот мне кажется, что нужно над этим работать, создать некую комиссию, министерство, департамент, называйте его как угодно, которая бы занималась развитием транспортных систем по всей стране, чтобы существовало не столько компаний, занимающихся перевозками пригородными на электричках, сколько регионов, а одна большая компания, как это было при СССР, когда на электричках можно было доехать от Москвы до Ленинграда бедным нищим студентам. Касаемо второго министерства, министерства будущего, идея интересная, потому что на пресс-конференции Владимира Путина, на которой я имел честь находиться, 7 апреля с журналистами, приехавшими на медиафорум ОНФ, этот вопрос поднимался постоянно. Нам необходимо стратегическое развитие, нам необходимы маркеры цели, идеи этого стратегического развития. Вот у них там за Атлантической лужей в Штатах есть агентство по стратегическим разработкам, в том числе в военной сфере. Вот у нас такое агентство есть, вроде бы есть, но я об этом что-то не слышал. Так вот, идея эта хорошая, и если кто-то будет думать о том, какой наша страна будет через 10 лет, и какой наша страна будет через 50 лет, то, наверное, это лучше, чем ничего. Но еще лучше, если мы сами будем с вами думать о нашем будущем, откладывать денежки на черный день, учить детей добру и этому самому стратегическому планированию. Это была «Комсомольская правда», корреспондент отдела политики Эдвард Чесноков. Оставайтесь с нами, читайте и слушайте «Комсомолочку». Редактор субтитров А.Семкин